Мудрость поколений, заключенная в материально-духовной культуре, и есть душа народа. Ранее мы рассказывали о группе энтузиастов, объединенных заботой сохранения уникальных памятников карачаевского средневекового деревянного зодчества. Первым объектом, и пока еще основным, за спасение которого взялись волонтеры, стала единственная уцелевшая водяная мельница Ваули Хурзук. Об успехах и новых находках из глубины веков в материале Ахмата Халкечева. Объект материально-культурного достояния, за спасение которого сейчас взялись волонтеры, уникален сразу по нескольким причинам. В принципе, все древние струбные строения Большого Карачаев специалисты считают последними в оси Западной Европы. Также это единственный на данный момент образец классической карачаевской мельницы. До депортации, по данным историков, во всем Карачае их было 17. На сегодняшний день проведены большие объемы крайне сложных и трудоемких мероприятий. Если выразиться в цифрах, выполнено около 30% от общего объема тех работ, которые необходимо произвести для полного завершения реставрации, говорят энтузиасты. Первым делом разобрали крышу. Дальше, не нарушая конструкцию веткового сооружения, необходимо было все стены вывести в один уровень. Перепады в некоторых местах составляли не чуть ли полметра. Мы пока крышу не разобрали, мы не понимали, какие там еще сложности появятся. Мы думали, снизу смотрели, там бревна вроде хорошие. Когда сняли крышу, они были полностью сгнившие. Вот это была первая большая проблема. Обвязку делали. Чтобы когда мы поднимали, стенки старые у нас уже из дерева, чтобы она не разошла, чтобы не сломалась, чтобы она как общий каркас держалась. Совсем недавно довольно интересную находку сделали энтузиасты. При разборе напольного настила обнаружились доски, утыканные кусками камня. О прямом предназначении древних агрегатов узнали от старейшим аула. Тогда же комбайнов не было. Надо было пшеницу, ячмень и так далее, другие злаковые обрабатывать. И вот они стелились на такие доски. И уже на них их катали, чтобы колоски размолоть и получить зерно. Абсолютно случайно, вот здесь мы его нашли. Пока так укрыли. И шарлах потом, наверное, поставим куда-нибудь, чтобы люди могли видеть. И напишем, для чего и как они применялись. Единомышленники уверены, что оригинальное сооружение удастся сохранить не меньше, чем на 80%. Тем не менее, задача стоит сохранить свыше 90%. На стенах сруба заменена только верхняя обвязка. Сложности возникают в восстановлении полов и крыши, делятся добровольцы. Можно было его разобрать, точно с такими же размерами, с нуля построить такое здание. Но мы хотели максимально оставить то, что было. Не считая верхней связки, 100% сохранено. Вот стенки. Ну, с крыши уже полностью у нас придется поменять крышу. Но если полностью докончить работу, мы постараемся сделать так, что как будто оно так и было. Активную поддержку энтузиастам, пытающимся сберечь для грядущих поколений не только напоминания, но и свидетельства об их предках и корнях, оказывают многие. Но, как говорят сами добровольцы, в благом деле любая помощь не лишняя и крайне ценна. Ахмад Халкечев, Миха Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия, Хурзу, Карачаевский район.